МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире традиционный выпуск вашей любимой передачи «Уикенд-навигатор», с которой вы узнаете, куда пойти и что посмотреть в грядущие выходные. До Нового года остается совсем немного времени, поэтому большинство мероприятий нашей афиши уже обернулось в праздничную мишуру и везде маняще пахнет мандаринами. В доказательство моих слов несколько приглашений. Так, в парке Степаново 21 декабря состоится праздник «Жили-были», хоровод «Водили» начала в 13.00, а там гостей ждет Снеговик, Снегурочка и сам Дед Мороз обещал заскочить на огонек. Приходите и вы. В Фурманове 21 декабря открывается резиденция зимнего волшебника. Прийти можно по предварительной записи. Дед Мороз ждет малышей и их родителей. И только желание нужно припасти заранее. В Наволоках 21 декабря состоится светское мероприятие с оттенком новогоднего настроения. Это будет фестиваль русского валенка. Гостей ждет ярмарка, гуляние. Организаторы будут угощать разными вкусностями руссконародного приготовления. А еще будут кулачные бои, катание на лошадях и выступление фолк-группы из Владимира. Начало всего этого праздника в 11 утра. Такое пропустить нельзя. Продолжаем заряжаться новогодним настроением и в цирке. Там в минувшие выходные стартовало шоу «Тайна королевских тигров». А в нем и сюжет, и шикарное его воплощение. Сказка расскажет историю мальчика Николя, который мечтал стать дрессировщиком тигров. На пути к исполнению желания ребенка ждут фантастические встречи, приключения и волшебство. Пройти этот путь с героем предстоит и зрителям. Мне нравится, потому что там много зверушек, людей, которые все умеют. И то, что сделать вообще нереально. Мне понравились попугайки. Мне очень понравилось представление, где по канатам там ходили. А мне еще понравился этот путь. А я в декил оленячик, а я в декил оленячик, а я в декил оленячик. А это шлем. Артисты приготовили удивительные номера. На арене выступят белоснежные японские шпицы, красиво будет горцевать черный скакун, а канат охотцы продемонстрируют единственный в мире аттракцион «Бал на высоте». У нас есть потрясающая сказка, которая специально была написана для ивановского зрителя. В сказке есть все. Есть и где посмеяться, где есть грустнуть. Безумное количество сказочных персонажей, много юмора, много животных. Ну, в принципе, всего того, что любит ивановский зритель. Зная, какой он требовательный, мы сделали исключительное эксклюзивное шоу. Новогоднее, где есть все. О жемчужиной сказке станет выступление роскошных тигров. Одновременно в манеже их будет 10. И смотреть на каждого – истинное удовольствие. Огромные дикие звери ведут себя, как покладистые домашние котики. Декабрь – идеальное время для заботы о своем здоровье. Поэтому все, у кого насморк, часто болит горло, и кто уже устал пропускать школу, институт или работу из-за болячек, отправляемся на курс сеансов в соляную пещеру Ассоль. Здесь кругом соль. И на стенах, и на полу. Но она не морская, как многие думают, а простая каменная. Но особая, без лишних добавок. Сердце соляной пещеры – это галогенератор. Именно он распыляет соль в очень мелкой фракции. Аэроголиты создает оздоравливающий микроклимат. Несколько сеансов в такой пещере, и вам буквально станет легче дышать. Один сеанс – 40 минут. Комфортно внутри пещеры будет и детям, и взрослым обстановка располагать, чтобы отдохнуть и расслабиться. Иммунитет соляная пещера укрепляет качественно и профессионально. Выбирайте адрес, который подходит вам, и отправляйтесь в Ассоль. В группе в соцсетях вся информация о часах работы, ограничениях для посетителей и куча приятных бонусов для гостей. Не дадим гриппу ОРВИ победить. У меня проблемы с горлом, поэтому я хочу подлечить горло. И вообще здесь очень уютно, хорошо. Я получаю удовольствие. На этой неделе мы приглашаем в кинотеатры всех поклонников саги «Звездные войны». Более 40 лет мы следили за невероятной историей семьи Скайуокеров. И вот она подходит к концу. Противостояние ситхов и джедаев достигнет своей кульминации, и мы раскроем все секреты предыдущих фильмов. Поговаривают, что после этого фильма франшиза пойдет совсем в другом направлении, с новыми героями и с новыми злодеями. Год спустя, после событий «Последних джедаев» остатки сопротивления, пытающегося справиться с внутренними беспорядками, снова встречаются лицом к лицу с Первым Орденом. Нас ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край галактики и грандиозный финал фантастической саги. Бросать в изу страху – вот в чем у тел джедая. У нас будет 22 декабря игра «Что, где, когда» – это лицензированный турнир, то есть с рейтингом. Необычность его в том, что в этот раз вопросы готовят сами ивановские команды. Решили ребята сами, что перед Новым годом неплохо бы делать доброе дело, поэтому взносы, хоть они и символические, все пойдут на покупку игрушек для областной больницы, для нашей ежегодной акции, которая проходит уже, я уже сбилась со счета, 11 или 12 год. То есть мы закупаем игрушки, едем в больницу перед Новым годом, и Дед Мороз поздравляет там деток, все, которые попали в больницу под Новый год, остались без праздника. Ну и, конечно, никак не обойтись в нашей теле-афише без приглашений в театры. Артисты драматического и музыкального очень постарались и приготовили для зрителей премьерные постановки перед Новым годом. С 22 декабря стартует сказка «Укращение строптивой Леночки». Подойдет она и детям, и взрослым. Перед спектаклем у елки в театре гостей ждет шоу «Герои в масках». Постановка получилась очень живая и забавная. Обязательно сходите, чтобы подзарядиться позитивом. А в музыкальном театре нас ждет премьера «Конек-горбунок». Это мюзикл в одном действии по мотивам одноименной и любимой всеми сказки Ершова. На сцене постановку можно будет увидеть с 21 по 29 декабря и после Нового года со 2 по 6 января. Спешите за билетами. А на этом у меня все. Удачных выходных. И помните, отдых должен быть спланированным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова